Привет, друзья! Меня зовут Кузнецов Сергей, это канал Тату35Рус, канал о художественной татуировке и не только. И сегодня часто задаваемая тема, а что будет с татуировкой, если похудеть или накачаться. Заставка пошла! Итак, главный вопрос в том, насколько вы собираетесь худеть или качаться. Конечно же, если вы похудеете на 5 килограмм, на 2 килограмма, на 1, ну можно даже на 10, или накачаетесь на, скажем так, руки там подтянете, еще что-то. 10 килограмм плюс-минус, это не играет особой роли чаще всего. Конечно же, если у вас огромное блюхо, как у меня, ну у меня оно не сильно огромное, надеюсь, пока что. Ну короче, если у вас есть животик такой аккуратненький, в общем, если вы его подкачаете, ну килограмм 10 одного живота вряд ли. То есть, все-таки у вас будет уходить часть ног, там, с рук. То есть, на живот придется все-таки несколько килограммов. И такие изменения, как правило, не сильно влияют на восприятие татуировки. Однако, конечно же, если изменения будут от такого до вот такого, конечно же, будут изменения. Но это будет некрасиво, даже если у вас не будет татуировки. Кожа сморщивается и некрасиво выглядит. Вот. Также очень важен мотив татуировки. То есть, если вы нарисовали, скажем так, стебель, если вы девушка, к примеру, и нарисовали стебель какой-то красивый, какую-то лозу, может, ветку сакуры. Даже если вы довольно сильно похудеете или растолстеете, так скажем, она не будет сильно изменяться. То есть, даже если она изменится, то какая разница, идет так веточкой или вот как-то так, без разницы. Многое зависит от самого рисунка. Если делать портрет, да, там, где-нибудь, действительно, опять-таки, я скажу про живот, портрет, там, да, он будет деформироваться. И все-таки, наверное, надо делать его на таких местах, которые как можно меньше худеют и там толстеют. Но если вы делаете рисунок абстракционный, какой-то непонятный узор, там, для красоты, нечеткие очертания, плюс место, скажем, не самое поддающееся растяжению, сужению, вот, например, лопатки, там, еще что-то такое. То надо очень сильно постараться, чтобы рисунок деформировался именно из-за набора веса. Конечно же, если вы, например, сделаете на плече и вы там весили 55 килограмм и будете весить там 100 килограмм, деформации будут и существенны. Вот. Поэтому тут такой момент. То есть, при похудении и при потолстении меняется не каждая татуировка. Либо, если она меняется, то не всегда это критично для татуировки. Иногда она выглядит просто не хуже. И важно не, скажем, сам факт похудения или потолстения, а именно цифра, на которую вы потолстели или похудели, там, 5 килограмм или 100 килограмм, ну, не 100, там, давайте реальности, смотри глаза, пусть там 30 килограмм изменился ваш вес. Конечно же, какие-то деформации будут. Ну, в общем, по этой теме пока, наверное, все. Если будут какие-то замечания, то я жду комментариев. Это был Кузнецов Сергей, канал Тату35Рус. Скоро будет много-много интересного. Всем пока.